Тебя бросили. Куда его деть? Не знаю. Эх ты! Крапусь. Что с ним делать, а? Чего ты так кричишь? Толстый? Не нужен никому. Да, бросили тебя. Ну, тише ты уже, тише. Заберите хотя бы пару дней. Ваша церковь? Я здесь просто пришла, увидела. Потом убежала, прибежала вот сейчас опять. У меня у самого три собаки. Мне надо забрать, кстати, перебежать. Я ваш телефон запишу, я там поужнаю. Я не из Сочи. Я бы забрал сюда очередь, а я ночью. Пожалуйста, напишите, я на сегодняшнюю ночь возьму, а дальше я не знаю. Мы в районе Пластунки, и мы очень часто вот так вот закидывают собаку. Мы уже несколько стерилизовали, несколько вылечили, нам просто жалко, вот так вот бросают. Все молотит. Не плачь, не плачь. Коробку не хочет. Не хочет, да. Все, ладно, пошли. Все, 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 не волнуйтесь. Я выложу себя на канал и обязательно коробку запрошу. Девушку зовут Наташа, кстати. Она забрала себе на ту девушку, с этой белого ченочка, треклевого, который замерз. Если кому-то нужен щенок, либо есть возможность куда-то его пристроить, пишите мне. Я записал телефон этой девушке, Наташ. Мы ей позвоним, потому что она сказала, у нее уже три собаки, она держать его не сможет. Так что, друзья, я надеюсь на вашу помощь. Ну как он вам тут жизни дал, трехи? Ну так, немножко, да. Ну спокойно, я помню, как он кричал. Он кричал, конечно, он перенес. Значит, смотрите, я дозвонился, договорился. Они, короче, возьмут. Сказали, что он к себе в приют. Ну тихонько сидит, как вы его назвали. Да, как? То есть, о подумали. Он сначала так переживал, он, конечно, и плакал, он скулил, он, наверное, каждые три часа его ночью кормили. Ой, я представляю, что вы шли. Да, но потом, сначала пытались из пипетки, но он уже буквально на следующий день стал сам все есть. Из мисочки, кашку мы ему варили. Не, ну я был уверен, что я договорюсь с этим приютом. Я прям так настойчиво вчера. Я объяснил, прям говорю, что будет международный скандал, если вы не возьмете сюда. Я говорю, я гражданин Белоруссии. Я так вот не умею, понимаете? Вы должны взять по-любому. И мне Елена говорит, я понял, а мне проще вас взять, чем мне взять. Везите. Ни в коем случае не снимать, где мы находимся. Чтобы никто не знал, где мы даже близко. Потому что, говорит, нам что-нибудь мешками будет носить. Да, 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 да. Степаныч, ну как ты? Спит и все. Павел однажды взяли собачку с улицы и вот через пустой пришли к тому, что... Сколько у вас их? Больше сорока. Больше сорока собак. Это, друзья, приют, в котором будет жить наш Степан. Степан пока не найдет своего хозяина. Привет. Гвозди. Ой, тут еще один. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашли в центре города. Вот девочка Наташа его забрала для того, чтобы немножко подержать. Мы не нашли, куда его деть. Делась. И вот дозвонили вчера до вас. Смотрите, что творит. Люди, расскажите вообще, как так вообще? Как вот, я не знаю, это же такое дело благородное. Ну, как бы, нет, тут речь шла как бы не о благородстве изначально. Так получилось, это вообще стихийно все. Я по природе своей собачницы. Я не знаю, я как бы всю жизнь с собаками. Может, меня мама в собачьей будке родила, я не знаю. Паша, он как бы этому уже, видимо, передалось. От совместного проживания. Да, подожди, не плачь, все будет хорошо. Слушай, ну, пришли сюда жить. Появилась одна собака, взяли себе собаку. Ворот не было, другая пришла собака, третья пришла собака, четвертая. Ну, как бы сначала так, ну, пусть будет четвертая собачка, ну, пусть будет пятая собачка. Ну, вот потом своих собак стало уже штук 15, своих собак. И так получилось, мы подобрали большой помет, 8 штук. И очень долго их пристраивали. У нас последние из 8 штук, вот уехала в возрасте 2,5 лет в Америку. 2,5 года мы пристраивали 8 шинков. Единственное, что нам очень помогает, вот приют здесь есть, наша, ну, приятельница хорошая, подруга Влада Провоторова. У нее приют Сочи Докс. Она сотрудничает с Америкой. И вот все взрослые собаки, вот они идут туда. Потому что там берут взрослых, готовы возиться, готовы социализировать, занимаются, отдают в школы. Они оканчивают там, получают сертификаты, они проходят несколько уровней обучения в этих школах. А здесь взрослую собаку очень сложно пристроить, практически невозможно. Раньше как пристраивали? Особачили всех знакомых, особачили знакомых-знакомых, кого-то окошатели. Потом, когда поняли, что у нас уже перебор со своим количеством. Да, это Ганеса, это Джекрасл. Очень серьезный пес вообще. Да. Мы ждем каждый день вечера, чтобы она заснула. Да? Такая активная, да? Ну, очень. Да, мы все погрызаны. Ну, это настоящий Джекрасл. Возможно, это микс, конечно. Внешне есть, безусловно, сходство. Мы сравнивали с фотографиями щенков. Очень активная. Это девочка, да? Девочка, да. Мы сначала назвали ее кенгуренок. Она спала в сумке с первого дня. Она села сумку на плече, она спала в сумке. Смотрите, какой милый щенок. Мы поняли, что это бог разрушения. Мы назвали ее, Ганеша. Нет, помощь, безусловно, нужна. Мы справляемся, пока справляемся. Я сейчас просто объясню, откуда доход. Мы сдаем квартиру. И плюс Паша бегает с утра до вечера по шабашкам. Я вообще не выездная. Я не могу оставить собак. Максимум на два часа я могу уехать. Когда много щенков или вот, типа вот этого, только навыки и с ним вперед. Поэтому я, как добытчица денег, никакая. Вот помогает квартира. Короче, мы потом втянулись и поняли, что ну... Я Паше говорю, Павлуш, ну вот помрем. Ну, что, придешь к Богу, на колени сядешь, что ты ему рассказывать будешь? Я говорю, хоть про собачек расскажешь. Нам позвонил директор магазина и говорит, тут щенков принесли. Я говорю, ну дайте им попить. Он говорит, да я боюсь, что они не попьют. Я говорю, ну ладно, сейчас. Собрались, приехали. А я не очень хорошо вижу. Ну, я в коробку смотрю, но лежат 4-5 щенков вроде. Паша говорит, один мертвый. Кто-нибудь берет, так смотри, говорит. А я не вижу ничего. А они все в опарышах. Вот представляете? Глаза, нос. Вот все, попа, все вот дырочки, какие есть на теле, они все забиты опарышами. Мы сидели, вымывали дома шприцом, без иглы, там, из глаз. Там что-то вымыли. Поехали в ветклинику. Там врач уже что-то дочистила, доковыряла. Вот в этот момент я, конечно, не думаю о том, что спасибо Господи, что вот ты послал мне этих щенков. Естественно, в моей голове адские мысли по поводу тех людей, кто вот так вот, не думая ни о чем, вынес, положил летом на 40-градусную жару. А личинке опарыша завестись надо 24 часа, если мне не изменяет память. То есть это очень короткий слог. И так получилось, что из четырех, двух мы так и не смогли спасти. Дотянули до месяца, там еще в лесной базе. А двое замечательно живут, двух семей, все хорошо. Ну что я вам по поводу этого парня скажу? Перспективный на самом деле. Все-таки люди хотят, чтобы было что-то симпатичное. Отдайте телефон, я сейчас, ребята, покажу, вы потом зайдите к нам на страничку. Я просто сегодня с утра уже наплакалась. Домашний приют «Пони Карамелька». Ну вот возьмите, подарите своим друзьям на память о нас. И там наши «Пони Карамелька». Мы очень любили все делать. И сегодня утром прислали фотографию Дэн Фредди. Я, конечно, опять все было в связах, это видимо уже у меня. Старый седший. А что ты с ним такой? Смотрите. А это скользко. А, скользко, да? А это скользко. Вот, смотрите. Она ездит с ними везде. Она в рюкзачке. Это что такое? Это вот наша собачка в рюкзачке. Вот здесь вот, да. Это в Америке? Нет, это не в Америке. Это здесь у нас есть и здесь замечательные семьи. Вот она наша Фредди. Вот она. Она везде с ними. Она была с ними на Камчатке. А страницу покажите свою. Я пока светану страницу. Давайте сейчас. Домашний приют. Так? Пони Карамелька. А, Пони Карамелька. Да. Плохо видно здесь, да? Нет, хорошо. Это не страшно. Я сначала расстроилась. Ну, мы сегодня пристраиваем одну девочку. Сейчас приедут за ней на машине, повезут ее в Молдовку. У нас просто так удачно вот эти последние дни. Мы за полтора месяца построили пять щенков с Хостинского пляжа. Мы забирали. Уехали трое в Америку. Третий полетит во вторник. Это для нас вообще героические достижения. Мотивация должна быть одна. Не вам нужен щенок, а ему нужен дом. Смотрите, какая классная. Спускайте смысл, там не свистит. Все не агрессивно? Нет. Свалившись? Все. Ты чего, Сибанда? Привет. Привет. Привет, это ты. Так, все, вышли. Привет, мы начнем. Всем нужны козаи. Друзей на всех хватит. Смотрите, какие классные. Ну-ка вы ничего не бойтесь. Ой, мамочки. Слушай, ну они, смотри, какие все чистенькие. Да, да. Видно, что уложен. Ухоженные. Нам не очень начутанное. А вот это же вообще породистый вот этот, который... Это Синицу. Да? Это нам подарили люди, которые взяли у нас безумного щенка. Они нам сделали подарочек. Смей. Очень красивый. Ладно. Есть вот фо-магазин в интернете. Они нам стараются там под Новый год. Они нам могут привезти какие-то подарки. Там и поводочки, и формы. То есть нельзя сказать, что прям совсем. Ну, может быть, видом в том, что мы не просим. Да, вот это вот. Да нет, за шутим, она послушная. Ну, она такая... У нее такой окрас какой-то необычный. Нет, нет, нет. У меня сбыль как-то. Вот я не знала. Все, заводим. В общем, друзья, вы сами все видите. То, что может. Хотя бы корма там, я не знаю, мешок. Заехали. Телефон вот этих людей в описании. Звоните. Любая помощь будет уместна. Ну, вы же там сделайте, чтобы я хорошо выглядела. Я же женщина. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Будете худая блондинка. Степан, пока. Всего хорошего тебе желаем. Скажи, все будет хорошо. Я буду звонить, узнавать, как ты здесь. Главное, чтобы мы не заболели. Чтобы мы были здоровенькие на данный момент. А там мы справимся.